Приветствую подписчиков и зрителей канала. Сегодня поговорим о солнечных панелях, их перспективе и возможностям по заработку или просто экономия в домашнем хозяйстве, на личном опыте эксплуатации станции. Итак, можно ли заработать на домашней солнечной станции? А может ли станция купить себя за 3 года? И что не говорят продавцы? Подводные камни длительной эксплуатации. Сколько реально зарабатывает владелец? Друзья, не забывайте подписаться на канал. Я рассказываю только о реальных вещах с опорой на личный опыт. Ну и по возможности лайк или дизлайк. И конечно жду комментариев. Поехали! Начну с небольшого введения. Мы поставили солнечную станцию в 2019 году. Причем изначально решили не выбирать экономный вариант, исходя из опыта эксплуатации разнообразного оборудования. Жадный платит дважды. Заказали полноценный проект со всеми вытекающими документами. Переплата в нашем случае составила порядка 30%. На тот момент средняя цена одного киловатта солнечной станции обходилась в 1200-1300 долларов. Нам станция стоила 1500 за тот же киловатт. Итак, немного о самой станции. Инвертор брали немецкий СМА на 25 киловатт. Китайца можно купить в два раза дешевле. Но есть большая разница. Панели поставили на 32 киловатта. Наш инвертор позволяет обеспечить перегруз до 30%. Обычный китаец работать с таким перегрузом не будет. При покупке панелей тоже особо не экономили. Брали с гарантией на 10 лет. Кстати, на тот момент была масса предложений на 20 и даже 40% дешевле. Но немного разобравшись поняли, что такие эконом-варианты в большинстве своем даже не контрабанда, как любят рассказывать продавцы, подмедивая глазом, а тупо БУ со станции Китая. Они не совсем убитые, но 3-5 лет минуса у них уже есть. По факту им экономически целесообразнее каждые 3-4 года провести замену панелей, чем поддерживать медленно деградирующую станцию. Тем более у них правительство активно субсидирует как производство панелей, так и саму солнечную генерацию. Станция размещена на земле с оптимальными градусами для нашего пояса и правильная ориентация по сторонам света. То есть смотрит строго на юг. Территория фермы позволяет сделать все по науке. Вы спросите, к чему такое введение? А все просто. Исходя из практического опыта, я посчитаю реальную себестоимость 1 киловатта солнечной электроэнергии. И как результат посмотрим, стоит ли или нет заморачиваться с домашней станции. Перейдем к главному вопросу. Зачем нужна станция? Вариантов на самом деле не так уж и много. Первый вариант. Заработок. Вариант второй. Обеспечение себя электроэнергией. По-честному, очень многие при планировании установки солнца, почему-то просчитывают варианты в некой парадигме пассивного заработка в собственном доме. Грубо говоря, некий третий вариант. Но увы, практика показывает, что такой подход себя не оправдывает. Почему? Реальная себестоимость киловатта солнечной электроэнергии достаточно высокая. Причем необходимо учитывать тот фактор, что эффективность работы панелей прямо зависит от ряда чисто физических величин, таких как угол наклона пластин и стороны света. В 8 из 10 случаев выдержать все эти параметры, просто устанавливая станцию в своем частном домовладении, невозможно. Если ставим на крышу дома, то насколько юг и скат крыши совместимы, не говоря про градусы. Установка во дворе? Классно. Но есть ли у вас там место и не будет ли ваша станция мешать соседям? Да и банально, есть ли место под отдельно стоящую конструкцию с правильным размещением? Плюс установка отдельной конструкции под панели уже попадает под определение нетитульное обстроение и требует документального оформления. Да, можно условно наплевать на параметры и ставить исходя из принципа, как получается. Но тогда генерация снизится, причем в зависимости от ситуации это может быть очень существенно. Как результат, реальная себестоимость солнца вырастет и окупаемость в 5-7 лет растянется на все 10-12. А если учесть фактор деградации и возможных поломок, проект станет убыточным. Как вывод, варианты солнечной станции дома как источником пассивного дохода я лично считаю неэффективным. А вы как думаете? Буду рад услышать ваше мнение в комментариях. Теперь разберем вариант батарей как заработка. Идея в целом рабочая, но есть целый ряд подводных камней. Первое. Для такой станции понадобится отдельная площадь, причем оптимально ее подключать как отдельный адрес к общей энергосети. Особенно если есть разные тарифы. Оптимально выбирать максимальный. При этом не тратить электричество на внутреннее потребление обычного домохозяйства. Второе. Возможности по подключению станции к сети. Если с небольшими станциями в 5-6 кВт обычно проблем нет, то уже 25-30 кВт могут возникать нюансы. Владелец сетей может просто отказать в подключении, мотивируя загруженность у своих сетей. Вопрос конечно решаемый, но это увеличит стоимость станции. Сами понимаете, придется платить за подключение кроме официальных платежей и неофициальных. Самый плохой расклад это требование прокладки отдельной линии до трансформаторов 10 ватт. По большому счету проект сразу можно сворачивать. Третье. Тарифы покупки солнечной энергии. Чуть позже мы посчитаем себестоимость и вы сами сможете прикинуть есть ли смысл. Плюс не забывайте про налоги. Платить за солнце будут вполне официально и как следствие удерживать налоги на доходы тоже будут автоматически. В зависимости от ставки налогов ваш доход уменьшится от 13 до 20%. Теперь о втором варианте. Энергонезависимость. Если рассматривать солнечную станцию как вариант независимости от внешнего энергоснабжения, необходимо помнить о нескольких базовых вещах. Первое. Солнечная станция без аккумуляторов не даст ничего хорошего, кроме потраченных на нее денег. Почему? Все просто. Без аккумуляторов станция будет работать исключительно при наличии электричества в общей сети. Вне цвета станция не работает. А если говорить об экономической эффективности, то возвращаемся к себестоимости 1 кВт от солнечной станции. И в большинстве регионов окажется, что вся экономия заключается только в том, что вместо ежемесячных платежей за свет, вы одновременно заплатите продавцу станции при ее покупке. Грубо говоря, большой авансовый платеж. Причем все риски по эксплуатации взяли на себя. Идея так себе, как по мне. Второе. Установка станции с батареями. Это супер классно. Действительно, вы получаете полную независимость. Причем, учитывая возможности подключения обычного бензинового генератора, вы становитесь полностью автономным. Но, как всегда, есть маленькие или большие нюансы. Самый главный из них, это стоимость таких ЭКБ. Сегодня цена такой опции приводит к увеличению стоимости станции в два раза. То при добавлении ЭКБ будет в районе 1802 за тот же кВт мощности. Сейчас мне начнут рассказывать о том, что я неправильно рассказываю механику. И можно брать меньше или больше ЭКБ. Они рассчитываются из совершенно других параметров. Таких, как потребляемая мощность и так далее. Я отвечу, что беру средние показатели по реальным проектам, которые заказывают люди. И сколько они за такое удовольствие платят. Плюс необходимо учитывать, что ЭКБ является абсолютно не постоянной величиной, а все-таки расходником. Гарантию, на которую дают по циклам. Что-то типа 3000 циклов или 10 лет. Вроде как звучит замечательно. Но если использовать батареи для собственных целей, то есть принудительно отключаться от общей сети, то 3000 циклов работы это не так уж и много. Можете посчитать это самостоятельно. И по большому счету гарантия уйдет уже через 3-4 года. Ну а теперь перейдем к расчету себестоимости кВт солнечной электроэнергии. Итак, наша станция 25 кВт на пятый год эксплуатации выдала 37 550 кВт. Опираемся именно на пятый год для получения более-менее среднего показателя. Из расчета 10-летней работы станции получаем результат 375 тысяч кВт реальной сгенерированной электроэнергии. При реальной стоимости станции в 39 100 долларов. Средняя себестоимость такого киловатта составит 10 центов. Ну а дальше возьмите курс и получите реальную цену такой электроэнергии у себя. Как пример, в России это под 11 рублей за киловатт, в Украине 4,30 гривен за киловатт. Ну и так далее. Правда, сегодня средняя цена станции значительно снизилась. И цена одного киловатта составит порядка 900 долларов при строительстве новой. Перед записью ролика обратился на фирму и получил от них новый прайс. Так, сейчас они предлагают станцию на 30 киловатт за 23-24 тысячи долларов. Правда, это средний китайский инвертор и аналогичные панели. На эту цену смело можно накидывать плюс 2-3 тысячи долларов подготовительных работ. Итого получаем 27. Выработку они обещают на уровне 32 тысяч киловатт. Итого, себестоимость электроэнергии составит порядка 8 центов. Опять-таки, исходя из расчета 10-летней работы. Итак, сегодня приблизительная себестоимость электроэнергии от собственной солнечной станции составит порядка 8 центов. Но это при условии оптимального расположения. Если речь пойдет об обычном домовладении, таких показателей не получишь. Скорее всего, можно смело накинуть 20-30 процентов плюсом. Вывод. Если использовать станцию для продажи электроэнергии, можно смело ориентироваться на 8 центов за киловатт. Правда, с оговоркой. У вас есть возможность подключения к сетям без больших вложений. Осталось дело за малым. Узнать, по какой цене солнечную электроэнергию будут покупать ваши распределительные сети. Кстати, если можно, напишите в комментариях, какую цену покупки предлагают у вас в регионе. Теперь о станции для себя. Цена однозначно будет выше. Я бы ориентировался на себестоимость 10 центов. Из-за неоптимального размещения панелей, как следствие падения генерации. Теперь просто сомните цены и увидите, сколько вы сможете зарабатывать. Скорее всего, ваш заработок составит 0. Цена условно общей электроэнергии и солнечной равна или уходит в минус. А если мы добавим в расчеты стоимость ЭКБ для станции, то на выходе получим солнечную электроэнергию по цене минимум в 20 центов. И то, если повезет и ваши ЭКБ реально прослужат 10 лет без особой деградации. Итак, краткий итог. Если у вас в стране есть специальные тарифы на покупку солнечной электроэнергии по цене выше 12 центов за киловатт, себестоимость плюс налоги и содержание, то есть смысл задуматься о таком пассивном доходе. Если вы делаете станцию ЭКБ для обеспечения автономности частного дома или для потребления собственным бизнесом, то минимальная цена электроэнергии в таком случае составит порядка 20 центов за киловатт. Приведенные цифры во многом условны, естественно, могут как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от технических условий самой станции, так и банальных погодных факторов, но служат реальным маркером для принятия решения по установке солнечной станции. Но просто запомните, себестоимость солнечной электроэнергии с ЭКБ будет не меньше 20 центов за киловатт, что в большинстве случаев делает неориентабельным их использование в частном секторе. Не забывайте подписаться на канал и жду ваших комментариев, а также лайков, ну или дизлайков. Спасибо за внимание. С вами был Алексей.